Валерий Седов Мы занимаемся камнеобработкой. Это довольно широкое понятие. Сюда входит и ритуальная сфера, и детали экстерьера, интерьера. Какие-то проекты интересные. И все, что касается обработки камня, мы всем занимаемся этим. Какие камни Вы используете для своей работы? Самые распространенные – это, конечно, твердые породы гранита. Это габридиабаз, добываемый в Карелии. В основном эти породы. Мраморовидный известняк очень часто используется. Мрамор, добываемый в Челябинске, Койлгинском месторождении. Очень хороший аналог мраморов, которые привозятся из-за границы. Наши месторождения сильны нашими камнями. А Вы используете только натуральные камни или какие-то еще не натуральные породы? Нет, мы занимаемся только работой с натуральным камнем. Насколько я знаю, существует такая вещь, как сертификат на радиоактивность. Он есть у Вас? Этот сертификат предоставляется камнедобывающими компаниями, которые разрабатывают месторождения. Они предоставляют сертификат. И то, что на слуху у людей имеется, то, что повышенная радиоактивность нет. Все в пределах нормы, поэтому камень используется вполне свободно. Какие технологии используются при изготовлении того или иного предмета, экстерьера или интерьера? Технологии какие используются? Конечно же, большую часть занимает ручной труд. Потому что это очень трудозатратное направление. Трудозатратное. И мы стараемся, конечно, использовать сейчас автоматизацию производства. Как можно большую часть занять. Облегчить работу рейщикам, полировщикам. Поэтому автоматизация производства здесь главная роль в этом. Оборудование станки ЧПУ – это камнеобрабатывающие центры, фрезерные станки. То, что позволяет, допустим, если скульптор раньше работал вручную с камнем, сейчас скульптор работает в 3D-редакторе, создает модель. А инструмент для работы с камнем – это уже станок ЧПУ. Поэтому многие заблуждаются, что якобы деталь сделана станком, и души человека не вложены. Нет, на самом деле человек вкладывает свою душу немножко на другом этапе. То есть, когда он это придумывает, когда он создает это именно в 3D-редакторе, это же тоже скульптор. А станок является инструментом. А технологии, которые вы используете, отличаются ли от технологий других фирм или нет? Если в общем сказать, конечно, технология на самом деле одна. Единственное, что применение автоматизации в производстве, в этом есть различие. То есть, мы можем себе позволить и объем больше перерабатывать, и качество обработки. Соответственно, если, допустим, эта обработка где-то в гараже проводится, или проводится в высокоточном оборудовании, конечно же, разница есть. Какие могут быть сложности при работе с натуральными породами камня? Ну, сложностей довольно много. Во-первых, это камень, это самая большая сложность. Твердая порода камня, естественно, это самая большая сложность. Ну, а так, в принципе, они довольно стандартные. Единственное, что, ну, может быть, какие-то скрытые дефекты, которых мы не знаем. Допустим, если мы привозим какую-то заготовку, блок, и начинаем ее обрабатывать, и выявляются какие-то дефекты, конечно же, это создает трудности определенные, потому что нужно менять заготовку, там, или куда-то, да, в другое применить ее. Вот, поэтому сталкиваемся с такими. Ну, а в основном, слушайте, как бы, особых, какие-то, какие можно было бы выделить, наверное, не могу сказать. То есть все сложности, в принципе, рядовые, уже начались в два раза. Да, да, да. Да, технологии отработаны, поэтому, соответственно, это просто какие-то трудности в текущий момент какого-то там этапа производства, и все. Одна из ваших сфер деятельности – это именно предметы интерьера и экстерьера. Давайте остановимся на них, что это за предметы. Широкое понятие, потому что сюда можно включить и каминные порталы, и какие-то элементы декора именно внутри помещения, либо снаружи помещения. Поэтому, как бы, о чем именно вот рассказать? Ну, здесь сугубо индивидуальный подход именно заказчика, потому что все это делается по индивидуальному проекту. Соответственно, если к нам клиент обращается, мы обговорим этот проект. У нас там есть свои модельщики, которые все это воплощают в 3D-программе. Можно визуализацию, посмотреть, как это выглядит. Поэтому о чем именно, о каком направлении вы хотите? Давайте начнем, наверное, с каминов. Самый такой романтичный, наверное, предмет в домах. Ну, да, да, камины довольно интересный предмет интерьера. И сейчас сказать, что рынок довольно насыщен каминными порталами, поэтому конкурировать довольно сложно в этом плане. Ну, мы стараемся что-то свое новое постоянно придумывать, постоянно разрабатывать. Поэтому, как бы, спрос есть на наши изделия. А вот вы говорите, что-то новое. У вас есть какие-то новые векторы развития? Да, есть. Есть некоторые новинки, можно так сказать. Ну, мы сейчас активно стали продвигать декор кирпичной кладки. И декор не только натуральным камнем, а именно декорирование самой кладки, то есть резьба по кирпичу. Этим, как бы, это не ново для сама резьба по кирпичу, допустим, там, в печных комплексах. Но мастеров, именно печников, ну, пересчитать по пальцам, если так, по всей России, то есть кто этим занимается. Вот. И мы сейчас внедрили это направление у себя на производстве. Были недавно на семинаре в Нижнем Новгороде. Семинар печников проводился, там, со всей России съехались. И очень заинтересовались наши продукции, вот, именно резным кирпичом и декором, то есть декорированием печей натуральным камнем, то есть какие-то элементы на этих печах из натурального камня. Вот, знаете, интересные такие моменты, вот, если, допустим, порталы из натурального камня целиком, это довольно распространенный продукт, да, то есть его можно там найти и в сетевых крупных магазинах, вот. А чтобы, допустим, камин был выложен из кирпича и декорирован именно натуральным камнем, то есть это уже, ну, изюминка такая, можно сказать. Одна из сфер вашей деятельности – это ритуальные услуги. Довольно неосвещенные, можно даже сказать, такая скрытая, секретная тема. Давайте немножко остановимся на ней. Какие надгробные сооружения из натурального камня делаются в вашей ферме? Ну, именно какие, могу сказать, что любые надгробные сооружения, конечно, в тех стандартах, которые допустимы на возведении на кладбищах, делаем все из натурального камня, соответственно, в основном это твердая порода гранита. Вот, естественно, для скульптуры мы используем мрамор, вот, в основном белый мрамор, Куйлганское месторождение в основном. Вот, ну, тема, так сказать, не то, что скрытая. Это одно из направлений нашего производства, и параллельно, можно так сказать. Вот, это довольно ярко выраженная сезонность работы. Ну, в принципе, как бы справляемся, стараемся качественно все это делать. Очень часто на памятниках гравируют портреты людей. Реально ли добиться портретного сходства с человеком? И какие художники, как это вообще работает? Вот, направление именно по гравировке портрета здесь, это ручной труд, в основном ручной труд художника, гравюра. Труд довольно сложный и кропотливый, хотя уже с недавнего времени и сюда пришла автоматизация. Вот, но все-таки художник видит и чувствует камень и портрет, поэтому без ручной доработки не обходится. Даже при использовании гравировальных станков, вот, всегда художник что-то подправит, что-то увидит, где-то оживит, как говорится. Ну, а так, в принципе, добиться фотографического качества, конечно же, можно. Те фотографии, которые приносят клиенты, сначала ретушируются профессиональным ретушером, вот, затем мы клиенту предоставляем это фото на прием, то есть, и потом уже в точности с этой фотографией мы наносим изображение на камень. Есть какая-то гарантия на работы, что в ритуальных услугах, что в других сферах? Ну, естественно, гарантию именно на монтажные работы мы даем. Гарантия на натуральный камень, она довольно условная. Естественно, мы ее предоставляем, вот, гарантию-то мы даем за свой счет, но так как материал природный, вот, естественно, есть некоторые нюансы в этом плане. Осуществляется ли какой-нибудь уход за камнем? Да, за камнем, естественно, осуществляется уход, и он необходим, особенно, если камень находится на открытом воздухе. Если это твердые породы, конечно, они менее подвержены внешним воздействиям, а если, допустим, это какие-то известняки или породы мрамора, соответственно, уход обязательно нужен. Обязательно, если это находится в зеленой зоне, то есть в зоне зеленых насаждений, потому что пыльца, пыль, там, ну, какие-то еще, то, что у нас в атмосфере находится, вот, какие-то элементы, они, естественно, осаждаются, впитываются, камень очень впитывает себя. Поэтому есть средства для ухода за камнем, вот, это обычно средства серьезные фирмы производят, химия довольно-таки тоже серьезная, поэтому, если, ну, мы предлагаем клиенту, либо это будет уход проводиться там силами клиента, либо, допустим, это наши сотрудники, работники могут произвести, соответственно. Поэтому, да, уход нужен. А какой срок изготовления? Срок изготовления, что касается ритуальной сферы, мы даем месяц на изготовление. Если, допустим, какие-то элементы интерьера и экстерьера, да, по индивидуальному заказу, естественно, эти сроки немножко увеличиваются, потому что там добавляется время на создание этого проекта, на согласование с клиентом, на подготовку каких-то монтажных работ. Поэтому сроки немножко увеличиваются. Ну, может, если серьезные проекты, это 4-5 месяцев. Участвуют ли Ваши компании в каких-нибудь больших городских проектах? Мы участвуем в проектах пока что в соседних регионах. Вот, наше участие там есть, в этих проектах. Но хотелось бы, конечно, именно внести свою лепту, как говорится, в развитие города Рязани. Вот, что-то интересное здесь внедрить. И, как бы, есть такие идеи, пока находятся в разработке. В прошлом году нам предложили поучаствовать в проекте. Сейчас вопрос финансирования решается, поэтому мы ожидаем решения. Думаю, будет положительным, довольно интересный проект. Ну, конечно, желательно бы, конечно, поактивнее, чтобы мы... Очень хочется что-то сделать именно для своего города. А вот Вы говорите в других регионах, чуть поподробнее, в каких и что там? В основном это арт-объекты какие-то, да, по индивидуальным проектам скульпторов. Вот, то есть мы помогаем это реализовать из натурального камня. Александр, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. А на этом я с Вами прощаюсь. Хорошего Вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова